Какие новые указатели появились в Иерусалиме? Изменилось ли отношение американцев к Фейсбуку после скандала с утечкой данных? И зачем две сотни человек повисли над трассой в Сан-Пауло? Обо всем этом прямо сейчас. В Иерусалиме появились указатели с надписью посольства США. Таблички с надписями на английском, арабском и еврите установили возле американского консульства, которое через неделю переименуют в посольство. Решение о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим президент США принял в декабре прошлого года. Таким образом, США, несмотря на резолюцию ООН, признали Иерусалим столицей Израиля. Скандал с Кембридж-Аналитика не повлиял на пользователей Фейсбука в США. Таковы данные исследования агентства Reuters и компании Ipsos. Половина респондентов использует соцсеть, как и раньше. Четверть чаще. Столько же реже или вовсе удалили аккаунт. В марте нынешнего года газета New York Times сообщила, что во время предвыборной кампании Дональда Трампа Кембридж-Аналитика незаконно получила данные 87 миллионов пользователей Фейсбука. Стал мэром, береги лицо. Главе немецкого Фрайбурга Мартину Горну во время празднования победы на выборах сломали нос и выбили зуб. Поздравить нового градоначальника пришли несколько сотен человек. В это время 54-летний мужчина подошел к политику якобы сделать селфи, а сам ударил его по лицу. Нападающего задержали. По словам полиции, злоумышленник психически болен. Живая мозаика бразильского флага. В Сан-Паулу 176 смельчаков на тросах повисли на мосту над оживленной трассой. Каждый с квадратным полотном в руках и сформировали национальное знамя. Таким образом, участники акции решили поддержать бразильскую футбольную сборную перед чемпионатом мира по футболу.